здравствуйте в эфире телеканала север программа актуальное интервью студии любовь пермякова сегодня у нас гостя губернатор ротари россии алексей куценок алексей здравствуйте здравствуйте первый раз у нас в студии первый раз у вас тут и первый раз у вас городе да да первый раз на севере цель вашего приезда к нам цель моего визита в наринмар это посещение ротари клуба на ринмар одного из старейших ротари клубов россии которому в прошлом году мы отметили 23 года это посещение клуба это осмотр города проектов которым клуб занимается уже много лет ну и знакомства с теми членами клуба которые я с которым я не знаком что же это за такое клубное сообщество его главная цель и миссия ну давайте я вам расскажу формальную сторону да потом уже ближе к россии ротари интернешнл это международная политическая неправительственная организация которая насчитывает около миллиона двести профессионалов бизнеса спорта культуры искусства во всем мире ротари есть во всех странах мира в 220 странах мира и это действительно профессионалы лидеры в каких-то своих отраслях своем бизнесе и не только в бизнесе в россии это 1200 почти человек это это не такая большая цифра как в мире конечно и основная задача основная цель ротарианцев это общение это бизнес какие-то проекты и конечно же социальные благотворительные проекты вопросы а как же выгода собственно или можно совмещать и социальную миссию и волонтеры у нас нет выгоды в роторе один из девизов роторе сервис убав селф то есть служение обществу превыше личных интересов поэтому основной конечно это служение обществе то есть никаких личных и какой личной выгоды здесь мы не ищем алексей вы сказали что приехали чтобы посетить наш клуб оказывается у нас на ринмаре и достаточно долго живет роторе клубом удивительно даже когда нигде они о себе не заявляли почему так произошло но у нас в стране разные клубы и конечно многие клубы говорят о своих проектах очень громко на первом же году жизни когда они только открываются делают добрые дела они привлекают и средства массовой информации и сообщества и публикуют информацию о своих проектах и в соцсетях и на телевидении но есть такие клубы которые в том числе как и ваш клуб который вот уже 23 года работает в городе на ринмар в округе ненецком округе и вы к сожалению действительно на мало знаете об этом клубе хотя есть и добрые дела если очень интересные проекты но мы поговорили об этом это действительно так я встречался в администрации города из замглавы города и с отделом который занимается делами молодежи действительно о клубе здесь у вас городе к сожалению очень очень мало знают я приехал в том числе для того чтобы рассказать о том что есть очень хороший очень интересный клуб объединяющий известных людей в городе который делает добрые дела а кто возглавляет его сегодня возглавляет клуб григорий коваленко это бывший глава города на ринмар бывший глава муниципального образования поселок искатель да который насколько я знаю в прошлом году ушел со своей должности вот сегодня он является президентом клуба но роторе это ротация то есть каждый год новый президент да так же как и я тоже в этом году я являюсь губернатором следующем году у нас уже будет другой губернатор эта ротация это как раз шанс каждому человеку показать свои лидерские качества и управлять клубом управлять может быть целым даже округом продемонстрировав насколько ты это можешь делать а что удалось сделать какие добрые дела в рамках работы клуба удалось выяснить именно здесь на ринмаре есть проекты которые связаны с с территории поселка есть памятники которые были сделаны в том числе и с помощью роторе клуба есть проекты связаны с помощью интернату вашему интернату здесь на ринмаре и много много других проектов мы и вчера говорили на заседании клуба о том что уже много сделано много еще предстоит делать у клуба есть планы вот я думаю что у этого клуба большое будущее и есть очень интересные дела и проекты сколько сейчас человек в нашем клубе сегодня в клубе 12 человек клуб как живой организм конечно он испытывает и проходит разные времена и в клубе было и 25 и было почти 30 человек сегодня чуть меньше семя 12 человек но я рад что в клубе есть новые члены клуба это новые известные тоже люди новые бизнесмены в клубе уверен что в этот клуб еще в ближайшее время вступит несколько человек мне очень хотелось чтобы эти люди тоже вступили в клуб и клуб получил новое развитие потому что чем больше в клубе лидеров тем сильнее клуб и соответственно вместе могут сделать больше добрых дел я понимаю что для общества это хорошо да такие социальные проекта для бизнесмена вот как вам удается их туда привлечь они тоже должны какую-то выгоду в этом конечно конечно каждый член клуба очень хотел бы видеть выгоду от от того что он является членом клуба и посещая клубы мне многие ротарианцы нашего округа задают вопрос а какая вот наша выгода у ротор есть огромное количество проектов которые мы можем дать тем членам клуба которые сегодня являются ротарианцами членами клуба да это огромное количество молодежных программ это программы летних лагерей когда мы отправляем детей в летние лагеря совершенно бесплатно или условно бесплатно это программы family to family когда идет обмен деток месяц ребенок наш проводит в иностранной в иностранном городе да вы нас в стране а потом приезжает сюда вместе с ребенком показывает свой город свою страну из программы долгосрочных обменов у нас очень развита программа бизнес-обменов это персональные обмены когда я допустим занимаюсь идти бизнесом я еду на месяц в соединенные штаты америки например или в европу и посещаю аналогичные бизнесы американских бизнесменов смотрю как у них дела буквально недавно закончилась программа когда наши и моим и мы ему в том числе одноклубник поехали в сша и посмотрели бизнес и по строительству быстро возводимых домов он вернулся в сочи мой одноклубник и ну сделал выводы что не все так плохо и в сочи строится да по сравнению допустим с америкой то есть это программа профессиональных обменов это молодежные обмены это огромное количество различных сообществ по интересам то есть вот это все и я только назвал может быть три-четыре всего лишь позиции которые мы даем нашим ротарианцам членам клуба для того чтобы им было полезно находиться в клубе также в клубах находятся люди как право это бизнес все-таки бизнес сообщества и когда я прихожу в клуб и в клубе люди занимаешься бизнесом эти люди могут мне помочь в моем бизнесе мы очень часто обсуждаем вопросы связанные с финансами с налогообложением с персоналом и это действительно вот помощь мне как бизнесмену потому что ну одна голова хорошо а когда в клубе 15 20 может быть даже 30 человек у нас и такие клубы есть есть и 40 человек и мы решаем бизнес вопросы мы решаем какие-то проблемы в бизнесе у наших одноклубников люди нам говорят спасибо потому что приход интересные спикеры действительно и помогающие решающие наши проблемы в бизнесе а вы как попали в ротари клуб я в ротари 10 лет нет не так давно вообще ротари у нас появился в россии тоже не так давно 28 лет назад хотя ротари интернешнл это организация вот буквально недавно феврале мы отпраздновали 114 лет то есть 114 лет ротари существует в мире в россии на ротари появился впервые в девяностом году первый клуб ротари клуб москва потом появился ротари клуб ленинград ну и так далее и мой клуб родной появился 10 лет назад меня также пригласил мой друг я пришел в клуб было еще 18 человек которых я не знал никогда все люди бизнеса но вот мы каждую неделю встречаемся мы общаемся мы стараемся быть друг другу полезными мне очень понравился этот клуб потому что это действительно мои единомышленники сегодня почти все на одноклубники это мои друзья мы в радости в горе всегда вместе это действительно клуб вот единомышленников друзей в клубе царит дружба уважение взаимопонимание мне очень комфортно в этом клубе и поэтому я остался в ротари плюс мы делаем очень интересные социальные проекты благотворительные проекты в нашем городе и вот такая же ситуация во многих других клубах в россии у нас в россии сегодня 54 клуба именно в нашем округе это западная часть россии 54 клуба восточной части сегодня 23 клуба и я рад что посещая клубы я вижу что во многих клубах нашего округа царит вот такая добрая дружеская атмосфера и людям очень комфортно находиться в этих клубов то есть это клуб и друзей и клуб который делает добрые дела а вам какие проекты удалось реализовать то есть каждый предприниматель реализует какой-то проект каждый клуб каждый клуб каждый клуб я когда был предпринимателем я сегодня предприниматель да и когда не было ротари клуба например в моем городе я тоже делал конечно же добрые дела. Я помогал и в образовании, и в медицине. Ну, я один, что могу, много ли я могу сделать? Наверное, нет. И поэтому, когда мы стали это делать клубом вместе, мы делаем очень мощные, очень серьезные проекты. И разные ротари-клубы в России выбирают себе проекты самостоятельно, те, которые они считают нужным, и те, которые они понимают, что им они под силу. Ну, например, какой цель? Например, московские клубы, у нас в Москве 9 ротари-клубов, они объединились для того, чтобы создать детский хоспис в Домодедово. Это такой, знаете, ну, страшный, может быть, грустный проект, но он существует, его сделали московские клубы. Например, мой родной клуб сегодня реализовывает проект, который называется «Ротари-парк Сочи». Мы создали парк на территории муниципального парка, где мы поставили 26 тренажеров для людей с ограниченными возможностями, для колясочников, куда они приезжают на коляске, на тренажер, заезжают на коляске и тренируют... Под открытым небом, да, тренажер? Да, да, это муниципальный парк, и там нам выделили территорию, глава города Сочи. А вы, наверное, понимаете, что в Сочи очень тяжело с землей, ее нет, просто свободной земли. И нам выделили землю, мы поставили там тренажер, и сегодня инвалиды-колясочники приезжают и тренируют свои мышцы тела, там, сердечную мышцу, руки, ноги, и они счастливы, что такое есть в городе. Это вот, допустим, наш проект, который мы, ну, ориентировочно оценили в 3 миллиона рублей. Такие проекты у нас есть и в других городах, например, «Ротари-клуб Волгоград» сделал такой же парк для людей с ограниченными возможностями. Вообще «Ротари-парки», у нас много «Ротари-парков» в стране, и «Омский клуб» сделал, ну, и другие клубы. Это как один из проектов. Клубы и сами решают, какой проект они будут делать. Есть проекты, скажем, там, небольшие финансово, но очень важные. Многие помогают детским домам. А к вам обращаются вообще детские дома? Да, к нам обращаются и детские дома, к нам обращаются и, например, Управление образования и науки города, да, когда нужно помочь деткам. Ну, например, недавно мы помогали детям, больным лейкозом, мы подарили ноутбуки. К нам обращаются колясочники с просьбой, там, приобрести коляску. Или люди, там, с проблемами слуха обращаются для приобретения слуховых аппаратов. Всё, что вот связано с социальными проблемами, с благотворительными, какими-то, да, моментами, это всё как раз вот «Ротари». То есть это наша, одна из наших основных задач — это помощь всем тем, кто нуждается в этой помощи. А есть какой-то план работы, да, составляете? Вот есть несколько там проектов интересных, которые за пять лет для себя вы выделили. Да, конечно, каждый клуб составляет такой план. И есть проекты долгоиграющие, которые делаются годами. Есть даже проекты, под которые «Ротари-клубы» могут получить глобальные гранты. Это серьёзные проекты на достаточно серьёзные суммы, 4 миллионов рублей. Есть возможность подключить и другие иностранные клубы, «Ротари-клубы» тоже, которые примут участие в таких проектах. Это, например, поставка оборудования в онкоцентры или в родильные дома. То есть такие серьёзные, серьёзные проекты. И многие клубы, иностранные клубы с удовольствием принимают участие. А есть проекты, знаете, как вот обратились к нам за помощью, да, одни, вторые, там, третий, пятый. Мы составили список и потихоньку-потихоньку помогаем. Многие клубы делают и так тоже. То есть я как губернатор не могу кому-то советовать что-то, да. Это же добрые дела, и неважно, на какую сумму это дело сделано. Главное, что оно сделано, и кто-то остался счастливым после этого и получил пользу. А сами вы можете участвовать в каких-то грантах, да, со стороны государства или нет? Нет, мы не получаем грант со стороны государства. Мы получаем глобальные гранты со стороны «Ротари-интернешнл», то есть со стороны клубов, таких же «Ротари-клубов» в мире. Потому что очень многие клубы хотят участвовать в наших проектах. Потому что, ну, наверное, в тех странах, где есть «Ротари», это и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и Австралия, ну, более-менее все уже сделано, как они говорят, да. То есть у них меньше гораздо проблем. И поэтому они с удовольствием участвуют и в проектах клубов Российской Федерации, и в Украине, и в странах Азии, и в странах Африки. Они с удовольствием участвуют. Но у «Ротари-интернешнл» есть один глобальный проект, которым занимаются все клубы мира. И этим проектом мы уже занимаемся с 1989 года. Этот проект называется «Борьба с полиомелитом». Это страшное заболевание, которое сегодня в мире, благодаря «Ротари-интернешнл» практически побеждено. И Всемирная организация здравоохранения опубликовала недавно, что только лишь две страны мира, это Афганистан и Пакистан, еще пока заражены полиом. И с 1989 года «Ротари-интернешнл» вместе с очень известными людьми, например, с Джеки Чан, с фондом Билла и Мелинды Гейтс. Билл Гейтс – это глава Microsoft. И мы принимаем участие вот в этом. 24 октября – Всемирный день полио. И каждый клуб именно в этот день перечисляет какие-то денежные средства, проводит фандрайзинговые мероприятия в своем городе, в своей стране, в области, в округе. И мы перечисляем денежные средства, фонд борьбы с полиомелитом. И Билл Гейтс в 1989 году сказал, что если каждый ротарианец перечисит хотя бы 1 доллар, то он сверху еще даст 2 доллара. А стоимость вакцины, полио-вакцины – 10 центов. Представьте, какое количество вакцин можно купить на эти деньги. И поэтому вот за эти 30 лет, уже практически 30 лет, полиомелит везде побежден. Это общий проект всех ротарианцев мира. Вот миллион 200 ротарианцев участвуют в этом проекте. И вот пока он, пока еще не будет побежден полиомелит везде, да, ротарианцы будут заниматься именно вот этим главным проектом и какими-то локальными проектами уже в своих городах, в своих странах. А как стать ротарианцем? Какие требования? Это глубоко порядочные люди, это интеллигентные люди. Как определить? Приходит он, вы же не можете на глаз определить, порядочный он или нет. Есть тот, кто этого человека порекомендует к нам в клуб. То есть он будет за него отвечать? Знает его как порядочного бизнесмена, который живет принципами ротари. Ротари в России, он немножко другой, чем в мире. В мире ротари – это элита. Я посвящал огромное количество иностранных клубов, и практически во всех странах мира, где ротари существуют уже 70, 90, 100 лет, это элита бизнеса. Это люди, которые являются владельцами фабрик, заводов, пароходов. Это очень серьезные люди, серьезные бизнесмены, элита не только городов, но, может быть, штатов и областей, иностранных государств. В России, учитывая, что бизнес появился только лишь в начале 90-х годов, сегодня, конечно, у нас немного другие клубы. У нас не только бизнес, у нас есть элита искусства, спорта, культуры. Но все равно мы стараемся, чтобы, конечно, в наших клубах были очень достойные люди, порядочные люди. То есть это не обязательно бизнесмены? Не обязательно бизнесмены. У нас есть и учителя, есть и врачи, есть и деятели искусства. А есть и волонтеры, которые готовы прийти и помогать не деньгами. То есть мы принимаем людей, которые готовы что-то делать своими собственными руками, потому что это тоже очень важно и очень нужно нам, когда мы делаем какие-то проекты. Самый простой вариант — это скинуться деньгами и закрыть проект. Но многие клубы сегодня не делают именно так. Мы стараемся все-таки делать какие-то проекты собственными руками. У нас есть молодежь, это называется ратракт, которая нам тоже принимает участие. Это студенты, это даже школьники, которые нам помогают в наших проектах, в наших программах, которые тоже заряжаются вот этим добрым. И приходят в наши клубы за помощью, за наставничеством, за менторством, как сегодня говорят. И мы помогаем молодежи в бизнесе. То есть это тоже один из наших проектов — ратракт, наше молодежное движение. Поэтому, чтобы стать ратрианцем, вас должны порекомендовать как порядочного, как честного человека, который живет принципами ротари, который готов и разделяет сегодня те идеи ротари. Это волонтерство, это помощь, это социальные проекты, благотворительные проекты. Ну и плюс вы являетесь лидером в какой-то своей области, например, в средствах массовой информации. В моем родном клубе есть журналисты, очень известные в городе, член Союза журналистов, который нам помогает освещать деятельность как раз нашего клуба в нашем городе. Человек, который, ну скажем, финансово, может быть, немного имеет какие-то другие финансы, чем остальные клубы, бизнесмены, да, но который всегда с удовольствием помогает и участвует во всех наших социальных и благотворительных проектах. Это тоже возможно. Есть ли какие-то традиции у клуба? Такое общество своеобразное, не знаю, может, с масонским их можно сравнить? Я не знаю, есть ли это уместное сравнение, конечно. Мы немножко отличаемся от масонства, потому что масонство – это все-таки, наверное, закрытые клубы. На наше заседание клуба, которое у нас еженедельное, по определенным дням может прийти любой человек. Вы можете прийти в клуб Наринмара, созвониться с секторем, с президентом, прийти пообщаться. И так к нам может прийти любой человек, прийти посмотреть, чем мы занимаемся, кто мы такие, что мы обсуждаем на наших заседаниях. Особенно это очень важно и интересно, когда мы приглашаем хороших спикеров по какой-нибудь хорошей бизнес-теме, или по теме искусства, или по теме культуры. Многие клубы собирают вот такие заседания, собирается, может быть, 70, 80, 100 человек и больше, да. Поэтому масонские клубы, они закрыты, мы открыты. В масонских клубах не принимают женщин. Одна из наших основных задач Ротари – это все-таки, чтобы у нас было больше женщин сегодня. В России с этим все хорошо, и у нас сегодня около, наверное, ну, треть, 37% у нас в клубах женщины. И этим мы тоже отличаемся. Мы многим отличаемся от масонства. Но если говорить про традиции наши, то в наших клубах, кроме заседаний клуба, еще очень важна внеклубная работа. Мы вместе собираемся на каких-то мероприятиях, на праздновании Новый год, 8 марта, 20 февраля. То есть мы нормальный абсолютно клуб, который живет нормальной человеческой жизнью. Мы делаем разные проекты для наших детей. Например, мой родной клуб, мы уже в течение вот этих же 10 лет, мы каждый год посещаем города-герои. С нашими детьми мы были в Волгограде, были в Керчи, Одесса, Севастополь, Ленинград, Новороссийск и так далее. И нас встречают ротарианцы этого города, нам показывают, ну, если это Малая Земля, например, да, или это Сталинградская битва. И наши дети, благодаря вот тому, что они видят сегодня, они очень хорошо знают вот те ужасы Великой Отечественной войны, знают, кто такой Гитлер, кто такой Сталин, да, немножко стали разбираться в этом, потому что мы увидели, что наши дети, к сожалению, сегодня не очень хорошо владеют историей, да, и преподают им историю. Это тоже, допустим, наша традиция нашего клуба. Также наш клуб посещает города-побратимы, города Сочи. У многих клубов разные какие-то традиции. Нормальный обычный клуб, все живые люди, несмотря на то, что это, как правило, всё-таки сегодня во многих клубах это элита города, области, там, региона. Вот. Делаем общие дела, общие проекты. Мы можем и на пикник вместе съездить, и день рождения клуба отпраздновать. То есть абсолютно нормальные, адекватные люди. Вы сказали, что есть клубы во многих городах России. Вот самые успешные можете привезти? Города, области, где работают? Да, мне очень нравятся клубы Москвы. Это действительно хорошие клубы, и в Москве есть три иностранных клуба. Это самые большие сегодня клубы нашего округа, российского округа. Это, например, клуб Москва-Метрополь, где собирается бизнес-элита, немецкоговорящая бизнес-элита города Москва. Это есть клуб Москва-Гумбольт, где только немцы собираются. Или Москва-Интернешнл, например, где собираются англоговорящие жители города Москва, бизнес-города. Есть очень хороший клуб Москва, один из старейших клубов нашего округа. Супер-клуб, который мне очень нравится. Это клуб Санкт-Петербург, самый старейший клуб нашего округа в 90-м году, который был организован. Тоже действительно интересные люди, очень-очень мощные проекты. Один из лучших клубов — это клуб Тольятти, в котором сегодня собрана, ну, даже не элита, наверное, города Тольятти, а Самарской области. Это клуб Волгоград, который мне сегодня очень нравится. И я в ближайшее время посещу этот клуб на 9 мая. Это клуб, в котором сегодня 31 или 32, 31 человек. Это действительно клуб, который показывает многим, как они умеют дружить, какие они делают проекты. Я могу о многих клубах говорить. Это и Краснодар, конечно. Это и мой родной клуб Сочи, который, я считаю, что один из сильнейших клубов сегодня нашего округа. Есть очень хорошие клубы в Екатеринбурге. Есть клуб в Самаре, в Саратове. Я могу много перечислять. У нас разные клубы, и они, ну, большинство клубов реально мощных, сильных, делающих добрые дела и знаковые добрые дела. А есть ли какие-то интересные межрегиональные, так скажем, проекты, которые удалось реализовать за деятельность клубов в России? Межрегиональные проекты? Ну, наверное, это, наверное, те проекты, которые делают клубы в разных областях. И, да, конечно, само собой. Например, если взять, опять же, мой клуб и проект, который мы делали, Ротари-парк Сочи, то понятно, что там 3 миллиона рублей стоимость проекта. Наверное, нам было очень тяжело самим эту стоимость осилить. И мы обратились ко всем клубам нашего округа. И скажу вам честно, что все клубы округа нам помогли. Разными суммами они приняли участие. Кто-то дал тысячу рублей, кто-то дал 50 тысяч рублей. И каждый клуб отметился тем, что он нам помог в нашем проекте. Также, когда делал аналогичный проект Ротари-клуб «Волгоград», конечно же, мы тоже помогли. Мы стараемся сегодня помогать всем клубам, которые есть в нашем округе, потому что это очень важно. Если не помогать ротарианнице, ротарианцу, то кому тогда помогать? Мы прежде всего, конечно же, стараемся, чтобы наши клубы участвовали и активно участвовали в проектах наших же клубов региона, России, округа. Более того, вам скажу, что мы сегодня участвуем и в проектах иностранных клубов. И иностранные клубы участвуют в наших проектах. То есть это все делается совместно. И я посещал уже клубы нашего округа практически... Ну, мой год завершается, он завершится 30 июня. У нас с 1 июля по 30 июня. 53 клуба округа. Я уже вот сегодня 48-й клуб посещаю, у меня осталось всего 5 клубов. И, например, один из недавних клубов, который я посетил, Калининград. В этом клубе тоже классный клуб, я его не назвал. Сильный клуб округа нашего. Мне он очень нравится. И очень много проектов, которые сегодня делает Калининградский клуб, они делают вместе с клубами Германии. И клубы Берлина, например, Гамбурга принимают активное участие в финансировании проектов, социальных проектов вот на территории Калининграда и Калининградской области. Поэтому мы все дружим и участвуем, стараемся максимально помогать каждому клубу, потому что мы понимаем, что это доброе дело, это благотворительный социальный проект, и мы тоже принимаем финансовое участие в реализации его. Алексей, вы первый раз в нашем округе. Удалось что-то посмотреть, познакомиться с традициями, когда вы прилетели? Да, я прилетел позавчера. Мы и вчера, и сегодня посещаем и Наринмар, и были в поселке искателей. И мы посмотрели уже город, посмотрели, и сегодня были в Краеведческом музее, и с языком познакомились немножко в Краеведческом музее, и посмотрели очень много интересных объектов. Погода очень сегодня такая интересная, говорят, тепло у вас, наверное, это я из Сочи привез, потому что прям хорошая погода, я ожидал, что здесь будет минус. Интересный край, интересный у вас округ. Первый раз, первый раз на севере, я был только в Мурманске, в Кандалакше, там у нас тоже есть клубы, кстати, тоже очень интересные клубы с севера, получается. Вот, надеюсь, что я еще приеду, и приеду не один раз к вам в город, потому что мне кажется, что здесь есть перспектива. Я очень много рассказал сотрудникам администрации, которые занимаются молодежными программами, о том, что в Ротаре есть молодежные обмены, которыми, к сожалению, пока не пользуются жители Наринмара. Вот, и это тоже то, чем можно было бы привлечь людей и в Ротаре, и сделать пользу для жителей вашего города, для, в основном, молодежи, которую мы могли бы отправлять и в летние лагеря, это совершенно бесплатно, и долгосрочные программы обмена, когда мы могли бы вашего, жителя вашего города, молодого человека или девушку отправить и на год на обучение в Европу, в США, это тоже совершенно бесплатные программы. Вот об этом мы много говорили, я думаю, что мы еще продолжим общение и с администрацией города, и с администрацией округа, вот, и мне кажется, что мы могли бы быть полезны, потому что практически все клубы, вот, которые я посетил, очень активно пользуются именно этими программами и видят пользу и для членов клуба, и для жителей города, и для вашей молодежи. Расскажите о планах на будущее, какие-то, может, есть проекты, идеи, которые будут воплощать дальше Ротари-клуб? Ну, наверное, если речь идет про округ, про наш, да, то один из наших ближайших планов с 1 июля, мы объединяемся с восточной частью России, вот такое решение приняла Ротари-интернешнл, мы западная часть России, это вот сегодняшний округ, который я возглавляю, и восточная часть России, мы объединяемся с 1 июля, и это будет единый округ, вся большая страна, это огромная страна, конечно, и огромный округ, у нас будет 77 клубов, мы и так сегодня общаемся со всеми клубами восточной части России, мы делаем общие дела, общие проекты, мы посещаем одни и те же мероприятия, которые проводятся у нас, это и конференции, и ассаблеи, и региональные какие-то мероприятия, и сперва ли мы становимся единым округом, это означает, что мы будем более тесно дружить, сотрудничать с восточной частью России, то есть в рамках уже нашего единого округа, это вот то, о чем я как раз рассказывал, ротарианцы вашего города, вот, если говорить о проектах, то и в вашем городе есть проекты, которые мы обсуждаем сегодня с президентом клуба, которые могли бы мы поучаствовать, как округ, поучаствовать в ваших делах, мы смотрели набережную, которой сегодня пока нет у вас, но о которой я знаю, что уже говорится давно, и я видел даже сегодня в Кровеческом музее, мне кажется, это с 50-х годов или 40-х даже, или 60-х, может быть, годов прошлого века говорится о том, что должна быть здесь набережная, она даже обозначена была на схеме, но мы приехали, ее пока нету, и этот проект сегодня, мне кажется, мы могли бы и в этом проекте тоже поучаствовать совместно, если ротари-клуб Наринмара, может быть, с другими клубами нашего округа, российского округа, могли бы и какие-то финансовые участия, то есть, мне кажется, мы могли бы быть полезными для вашего города по проектам и касаемых чистой воды, и, может быть, канализационных каких-то моментов, то есть, вот те проблемы, которые мы увидели в городе за эти два дня, это нормальные проблемы, которые можно спокойно решать с помощью ротарианского сообщества, и я очень хотел бы, чтобы вот меня услышал ротари-клуб Наринмара, чтобы они не сами как-то крутились в своем собственном соку, вот, в связи с удаленностью, может быть, какой-то, да, а обратились к сообществу ротарианскому, и мы вместе могли бы поучаствовать в строительстве или в реконструкции, может быть, каких-то знаковых объектов вашего города и быть полезным для вас. Спасибо большое, Алексей, что сегодня пришли к нам в студию. Я хочу сделать подарок, документальный фильм нашего телеканала «Север» в условиях военного времени. Это как раз о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны. Спасибо большое. О трудовом подвиге. Я думаю, что вы всем ротарианцам его обязательно покажете. Да, да, я выложу тогда в общую сеть, если вы разрешаете, да, я это выложу, да, и мы обязательно посмотрим. Спасибо огромное, да, очень приятно. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был губернатор «Ротари-Россия» Алексей Куценок. Спонсор нашей программы – магазин «Сударушка». Для вас красивая и модная одежда по доступным ценам, которую вы не купите в обычных магазинах. Магазин «Сударушка» работает по адресу Рыбников 3А с 11 до 19 часов выходной в понедельник. Телефон для справок 8 911-650-1551. Магазин «Сударушка». Будьте красивы в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова